друзья всем привет с вами айман яскараева юрист в дубае в данном видео я расскажу об основных налоговых вопросах объединенных арабских эмират подписывайтесь на меня в инстаграме подписывайтесь на меня в ютюбе в телеграм-канале я веду также рассылку новостей юридических на английском на русском языках если у вас будут вопросы возникать в ходе просмотра данного видео пожалуйста задавайте я отвечу вам комментариях друзья один из часто задаваемых вопросов когда сюда едут резиденты жить в целом вести бизнес возможно или просто наслаждаться скажем как туристы очень часто возникает вопрос по налогообложению как вы знаете эта страна славится тем что в принципе и очень большой такой промоушен о том что на самом деле здесь нет налогов и это правда друзья на самом деле в объединенных арабских эмиратах есть только один вид налога это налог на добавленную стоимость сумма которого исчисляется в размере 5 процентов от годового оборота если ваш годовой оборот превышает триста семьдесят пять тысяч верхам то соответственно вы будете платить пять процентов от этого оборота при этом не важно упали эти деньги одномоментно на счет или это было в течение продолжительного периода вы получали определенную сумму суммарно превышающие эту сумму соответственно пять процентов ндс вы должны будете платить процедура постановки на учет на налог на добавленную стоимость она в принципе довольно таки простая друзья если вы сами будете затрудняться идти на сайт соответствующего органов налогового регистрироваться заполнять бланк данные которые вам необходимо сделать во первых первично первый раз когда вы регистрируетесь а потом в течение один раз в год вы также оплачиваете если вы с этим затрудняетесь то всегда вам могут помочь в принципе налоговые консультанты какой их много на территории объединенных арабских эмират процедура довольно таки понятно и если только конечно в незнание языка не усложняет процесс то в принципе ничего там такого сложного нет вы можете сами научиться либо просто периодически привлекать на разовой основе консультантов очень часто мне задают вопросы нужно ли бухгалтерский баланс вести какой-то учет аудит является необходимым если вы создаете компанию хочу ответить на этот вопрос что в целом бухгалтерский учет как таковой как это предусмотрено в наших странах да я сейчас говорю о странах постсоветского пространства где гораздо большее количество налоговых есть разных требований то в этом плане в эмиратах никто к вам не приходит с проверкой вашего бухгалтерского отчетности или с обязательным аудированием то есть конечно это не во всех компаниях если это сложные виды деятельности если мы говорим о крупных структурных подразделениях юридических лиц когда конечно есть определенные требования по каждой ситуации нужно консультироваться отдельно но в целом вам не обязательно держать огромный штат налоговых специалистов бухгалтерию вести в таком виде каком мы вели у себя в странах потому что кроме того что вы будете погашать оплачивать зарплату своим работникам причем что зарплаты вы не удерживаете никаких платежей что нету налога на доходность нету определенных подоходных видов налога то есть все те налоги которые были в наших странах эти сложные и эти отчисления и они не предусмотрены поэтому вам достаточно соблюдать регламент предписанный государством по оплате конкретного налога а также ввести правильно учет по заработной плате своих работников отчисления выплаты им больничной и в этом плане вы целом большинство компаний свободны в плане ведения вот собственного учета друзья это была основная информация короткая о налогах о налоговой системе объединенных арабских мир от конечно еще объявили дополнительный вид налога который вводится со следующего года о нем я сниму дополнительно видео когда уже она будет оправирована более будет понятно конкретно установленные обязательства по оплате данного вида налога а в целом на данный момент существует только ндс спасибо большое за внимание это была айман из караева подписывайтесь на меня оставьте лайк этому видео спасибо